Водители смогут самостоятельно выбирать пункт техосмотра. Их адреса, телефоны и часы работы можно будет найти в интернете. Полный список появится в сети уже 1 января 2012 года. Также в базе будут храниться жалобы на пункты техосмотра и на результаты их проверок. Что не устраивает водителей, узнаем в первом материале итогового выпуска. Самый первый в жизни Артема Хачатурова техосмотр начался с долгих поисков. Оказалось, что узнать адрес, где проводят диагностику авто, в Калининграде проблема. Обычно все посылают на Борзову-58. Я поехал туда, там оказывается не делают. В общем-то, одного спросил у второго, у третьего. В общем, дежурный сказал, поезжайте на Третьяковскую. Поехал на Третьяковскую, там, естественно, очередища. В общем, непонятно что. Вдруг в три часа дня говорят, что все на сегодня окончено. Хотя вроде написано, как работают они до пяти часов. Дорогу до регистрационного пункта на проспекте Победы-189 в этот вторник нашли еще 40 водителей. И ажиотажа, по словам контролеров, здесь не наблюдалось уже давно. Ну, а в этом году меньше стало машин, потому что наше правительство отменило же на год. Все, которые в 2011 году должны проходить, им на год в отеле, правильно? Ну, поэтому и в одни грузовики практически едут. И вновь зарегистрированы машины, и все. Искать контролеров водителям будет проще. С 1 января следующего года на сайте Российского союза автостраховщиков напечатают полный список пунктов технического осмотра авто с адресами, телефонами и часами работы, а также информацией о компании, которая предоставляет услугу. Плюс, на мой взгляд, заключается в том, что это будет единый информационный ресурс, который будет содержать сведения обо всех пунктах технического осмотра. То есть автолюбитель, зайдя на сайт РСА, сможет получить исчерпывающую информацию об этих пунктах. Еще предельно прозрачно и открытая цель была действительно облегчить жизнь водителей. И сделано это путем создания рынка услуг по техническому осмотру транспортных средств. Чтобы попасть на этот самый рынок услуг, организациям нужно поторопиться. Зачисление в реестр заканчивается 31 декабря. Опоздали, работать дальше не смогут. Для предприятий, где много машин, это удобнее, наверное, будет. Они заранее все это подготовят. То есть, ну, какой-то день определенный будет, не стоять в очередях. Это, мне кажется, удобнее будет, чем просто приехал и тупо ждешь очередь. Артему Хачетурову на проспект Победы ехать придется еще раз. Сегодня контролер нашел два нарушения в его авто. Фирма-производитель аптечки оказалась снята. И огнетушитель слишком легкий. Все, кто соберутся проходить техосмотр, помните, аптечка российская, огнетушитель не менее двух килограмм. Уже сейчас в Российском Союзе автостраховщиков думают, как упростить сам порядок техосмотра, а также создать единую систему, где будут храниться сведения о том, кто выдавал талон, когда и насколько. За этот пункт отвечает МВД. Мария Постникова, Виктор Буздин, Служба новостей город. Строительство надземного перехода на Московском проспекте опять переносится. Губернатор области одобрил проект еще полгода назад. Но стройка так и не началась. Почему? Разбиралась наша съемочная группа. Московский проспект. Всего за год на этом месте пострадали десятки человек. Несколько погибли под колесами. Эта авария произошла в октябре прошлого года. Мерседес сбил двух подростков. Одного спасти не удалось. После этого случая губернатор Николай Цуканов приказал разработать проект по строительству надземного перехода. Им занялся ведущий инженер-мостовик Анатолий Куницкий. Это улица Коперника, а вот это Виктор Буздин, здесь спортивный комплекс. Вот здесь запроектированы вертикальные лифты, шахты, а вот здесь эскалатор. По плану разработчика переход должен быть в длину 119 метров, высоту 6. Материалы самые современные и долговечные. Нержавеющая сталь и непробиваемое закаленное стекло. По переходу смогли бы передвигаться даже инвалиды. На южной стороне предусмотрен эскалатор с пассажирским лифтом. Я дал указание, чтобы сейчас срочно спроектировали этот переход. Сделали ограждение по всему периметру Московского проспекта, чтобы люди не бегали через дорогу. И уже к концу учебного года мы построили нормальный пешеходный переход. Переход на проезжей части планировали убрать. Проект был готов уже к маю этого года. Тогда же проектировщики высказали первые опасения. У нас народ еще, кстати, не готов к этому делу. Мы опасаемся, даже есть такие опасения, что даже когда будет построен этот пешеходный переход, не все пойдут по этому пешеходному переходу. Все опять будет как зайцы прыгать через эти барьерные ограждения. На разработку проекта бюджет города потратил почти 900 тысяч рублей. На строительство ушло бы еще 110 миллионов. Но в ноябре вдруг выяснилось, таких денег у города нет. Александр Ярошук предложил отложить строительство до лучших времен. «Нет у нас этих денег. Ни надземного, ни подземного перехода здесь не будет. У меня завтра 300-400 крыш рухнут, и будет больше проблем. Почему именно здесь нужен такой переход? На этом же Московском проспекте надо 4 таких перехода. И где я возьму 440 миллионов рублей?» Помимо всего, Ярошук потребовал изменить проект. В Комитете по архитектуре и строительству уже начали вносить необходимые поправки. Из-за этого стоимость перехода только увеличилась на 40 миллионов рублей. Пока взамен надземному переходу на асфальт положили шумовые полосы. Александр Ярошук еще предложил установить проблесковые щиты, которые светятся, когда на дорогу выходит пешеход. Здесь же повесят камеры слежения, чтобы сотрудники ГИБДД смогли отследить нарушителей. А параллельно власти будут решать, где взять деньги. Строительство надземного перехода продлено до 2013 года. Алексей Колодкин, Полина Степанюк, Дмитрий Суворов. Служба новостей. Город. Есть чему позавидовать. В Калининград приехали добровольные пожарные из Польши. Соседи поделились опытом и показали, как спасают жизни в Европе. Новейшее оборудование, мощные автомобили и поддержка администрации. Возможно ли позаимствовать польский опыт, выясняла Татьяна Караханова. Полная фиксация тела, сохраняющая тепло, фольга и гарантия того, что человек будет вне опасности до прибытия в больницу. В роли пострадавшего даже юному дружиннику не страшно. Все нормально, удобно. Все оборудование полностью укомплектовано в таких пожарных машинах. Автомобили позволяют спасать людей на воде, в огне. Машина проходит любой участок дороги в Буран, Ураган и Метель. На технику такого класса калининградские спасатели смотрели, буквально открыв рот. Нашим инстаграммом, мы далеко отстали от техники, которые выпускаются. На базе вино, на базе татар. Польские добровольные пожарные приехали в Калининград на дружескую встречу. В Польше на одну профессиональную пожарную часть приходится четыре добровольных организации. Каждый спасатель имеет свою постоянную работу. Но если случится ЧП, все члены общества бегут. Точнее, едут на помощь. У наших же добровольцев дела обстоят немного иначе. Оборудование включает в себя только мотопомпа, может быть, ранцевые огнетушители. Ну, в принципе, боевая одежда и знания, опыт, которые, в принципе, они получают здесь при обучении. В нашей области, во Всероссийской добровольной пожарной организации, зарегистрировано больше сотни подразделений. А это около полутора тысяч человек. И все за идею, абсолютно бесплатно, с минимальными подручными средствами, рискуют свою жизнью. В поселках, которые отдалены от пожарных частей, эти люди первые приходят на помощь. Те пожары, которые у нас ежегодно случаются по весне, это палы, которые потом уничтожают дома, и Россия это показала. Эти с этим сюда легко справлялись добровольные пожарные формирования, даже без особых таких автомобилей. Это следующий этап такие автомобили. Первоначально это рядовое пожарно-техническое снаряжение в форме мотопом, обыкновенных также автомобилей, которые доставляют. И, соответственно, тушение, то есть любой пожар тушится стаканом воды. Польские коллеги о таком способе тушения вряд ли слышали. Оснащенная техника, яркая форма и, главное, поддержка городских властей – вот залог качественной работы добровольных спасателей. Одна такая машина стоит 7 миллионов рублей. Евросоюз по специальной программе именно Калининграду предлагает купить такое авто. 90% оплатит Евросоюз. Нашим чиновникам надо выделить всего 1 миллион рублей. Есть лучшие вещи, которые здесь предусмотрены. Это, может, гидравлический инструмент. Есть вещи, которые, например, предусмотрены у нас лучше. Например, проходимость наших автомобилей. Вот. Опять же, надежная, то есть эксплуатация нашего автомобиля, его ремонтная пригонность, там, ну, достаточно в депо, пожарном депо. Часть автомобилей, как бы, вот этот автомобиль, все-таки его необходимость существует и ремонт и обслуживание на сервисной базе. Для сравнения, пожарные машины российского производства стоят вдвое дороже. Сейчас Гуревский район, как эксперимент, планирует купить одну пожарную машину. Татьяна Караханова, Дмитрий Суворов. Служба новостей «Город». Около 20-ти Калининградок в День матери поздравляли не сыновья, а чиновники и благодарились за то, что воспитали таких военнослужащих. Матери, чьи дети погибли при исполнении служебного долга, в четверг принимали поздравления в областной думе. Этим женщинам День матери уже несколько лет напоминает о потере. Ежегодно минутой молчания они чтят память своих сыновей, тех, кто не вернулся с войны. Сдерживая слезы, в этот день они принимают поздравления от чиновников за то, что воспитали героев. Женщин в этом зале ждали букеты цветов и благодарственные письма за воспитание настоящих патриотов. Угощения и песни должны были добавить ощущения праздника, но не каждая мать может забыть, какое горе она пережила. Наталья Сидорчук, Виктор Бузин, Служба новостей «Город». Чиновники онлайн. Теперь калининградцы могут пообщаться с властью в режиме реального времени. Новый проект видеоконференции дает возможность горожанам напрямую рассказать о своих проблемах. Поможет ли нововведение сделать жизнь калининградцев лучше? Узнаем далее. У вас протекает крыша? Дорога во дворе в ужасном состоянии? Пишите в Твиттер. Так, теперь и призывают власть рассказывать о своих проблемах. Попасть на прием – процедура долгая и трудная. Да и общение с глазу на глаз не всегда бывает приятно представителям власти. В понедельник глава администрации Светлана Мухомор провела первую онлайн-конференцию с горожанами. И в таком виде общение оно тоже нужно, потому что, наверное, с каждым все-таки калининградцам напрямую не удается пообщаться. А вот такой вид – он один из открытых. Первое недовольство – общественный транспорт. Уехать вечером из центра для многих стало проблематично. Водители вечерних рейсов просто не выходят на линию. Жители Гурьевска первые пожаловались в администрацию. Это стоит на контроле. Учитывая, что сегодня каждый наш автобус оборудован навигатором, и мы можем отследить, осуществлялся этот рейс, либо не осуществлялся. Сейчас каждым перевозчикам подписано соглашение, что если он не осуществляет или сходит, причины, безусловно, могут быть разные. И поломка автотранспорта, который находится на линии, не выход водителя, может быть, кондуктора. Но, тем не менее, город и горожан это волновать не должно. Для того, чтобы поговорить с властью в режиме онлайн, необходимо иметь электронную почту или быть зарегистрированным в социальных сетях – Твиттер или Фейсбук. В поисковом окне нужно найти страницу администрации города Калининграда и оставить свое сообщение. Правда, задать свой вопрос можно только в момент конференции. Мы ограничили общение часом. Вопросы для нее стали поступать заранее. И очень большое количество вопросов касалось того, что людям не очень удобно то расположение остановок, которое теперь по новым правилам будет. И Светлана Борисовна вот в эфире сказала, что да, мы готовы пересмотреть с учетом мнений горожан. Мы готовы ввести дополнительные остановки для транспорта, особенно вот что касается Гуревских линий. Следующая онлайн-конференция состоится через две недели. Теперь на вопросы калининградцев ответит Сергей Мельников, руководитель комитета архитектуры и строительства. Татьяна Караханова, Виктор Буздин, служба новостей «Город». Страница истории города, которого больше нет. В Государственном архиве Калининградской области открылась выставка карт Кёнигсберга. Многих мест, что есть на этих картах в современном Калининграде уже не найти. О том, что сохранила бумага в нашем следующем материале. Поиск сокровищ, указания опасных территорий, обозначения государственных границ. Функции карт с течением времени менялись. Преображалось и картографическое искусство. Первые карты Кёнигсберга появились в 17 веке. Авторы рисовали их как картины и даже подписывали свое имя. Богачи коллекционировали самые красивые карты и украшали ими стены дворцов. Например, эта карта была сделана в 1883 году в честь серебряной свадьбы королевской четы. Ну, во-первых, вы видите, насколько она красочная. Как-то все карты выполнены в одном, двух, трех тонах. Эта карта очень красочная. И помимо всего прочего, она еще снабжена чудесными гравюрами. На этой выставке нет подлинников, только копии. Очень высокого качества. Их получили из фонда прусского культурного наследия в Берлине. Всего 329 экземпляров, но на стенах лишь три десятка. Остальные карты можно увидеть на специальном мониторе. Как правило, приходят те, которые не знают, что они здесь хотят найти. Кто-то хочет просто уточнить дату появления на карте нашего города того или иного строения. А сравнивая две карты, скажем, пятого и десятого годов, можно же увидеть, да, в каком году появился, скажем, вокзал. Но многих мест, что есть на этих картах, в современном Калининграде уже не найти. Например, церковь Бургкирха. Сейчас на этом месте только поляна перед Нижним озером. Площадь Мюнсплац превратилась в улицу Шевченко. А вместо немецкой синагоги теперь жилой дом. То, что считаем центром мы, находилось далеко за крепостной стеной. Самое красивое достояние Кёнигсберга – Королевский замок – тоже было разрушено во время Второй мировой. На всех старых картах это место – центр Калининграда. Дом Советов начали возводить еще в 70-х, прямо на руинах главного здания Восточной Пруссии. Чтобы разрушить Королевский замок, понадобилось всего несколько лет. Кто знает, может через век и это здание останется только на картах. Дарья Волошина, Дмитрий Суворов, Служба новостей, город. Кинотеатр для слепых откроют в Калининграде, единственной в области. Подготовка к будущим сеансам идет полным ходом. Уже закуплено оборудование и определен фильм премьера. О технологиях, с помощью которых не зря чем будут показывать последние киноновинки, узнавала наша съемочная группа. Он не видит с 13 лет. Советские мультфильмы и кино ему заменили книги. Даже спустя годы в квартире Андрея Кохлова нет телевизора. Но новинками современного кино иногда все же интересуется. Запустить фильм на компьютере помогает специальная программа. Но, как сам признается, то, что он слышит и то, как он видит картину, не всегда сходится с тем, что рассказывают ему зрячие друзья. Все-таки видео недоступно, а кино это доразумевает просмотр. На звуку сейчас уделяется не столько внимания, как еще недавно, в 70-е годы. Уже через неделю невозможное станет возможным. В Калининграде готовят к открытию кинотеатр для незрячих. Оборудование уже поступило. Осталось установить. Это проектор. А это экран. Он вешается на стену. Ну, он разрежной такой. Эти устройства помогут незрячим увидеть кино. Закупили оборудование по гранту. Самым необходимым и дорогим оказался проектор. Но без него кинотеатр не открыть. Отдельного кинозала пока нет. Его на время заменит тренажерный. Проектируется на ту стену. Вот на ту. Тренажер раздвигается вдоль самой. И вот здесь остается стулья. Будущий кинозал вместит всего 20 человек. На окна установят жалюзи, чтобы затемнить комнату. А на стены повесят колонки. Как в настоящем кинотеатре. Здесь будут показывать и самые последние киноновинки. Анатолию Башкину, инвалиду по зрению, идея открыть кинотеатр пришла на курсах в Москве. У незрячих есть такой, скажем, приемничек с наушником. И когда идет фильм и начинается комментарий, прописывается тогда нет, когда нет звука. И инвалиду очень здорово представляет, как, скажем, я это сам попробовал, видел это. И я думаю, одни из первых, может быть, в России мы тоже хотим внедрить такую форму реабилитации. Подобные кинотеатры есть в Испании. Причем ходят в них как здоровые люди, так и инвалиды по зрению. В наушниках речь специального комментатора. Словами передаются все краски картинки и беззвучные кадры. Обычно такими помощниками выступают актеры театров или люди с хорошей дикцией. Один фильм озвучивается около месяца. Кино все-таки для нас, как его не озвучиваю, оно недоступно. Андрей к чудесам техники относится скептически. Тем не менее, на открытие кинотеатра обещал прийти. Первый фильм покажут уже 4 декабря, в Международный день инвалидов. Начнутся показы с запаха женщины. Этот фильм о незрячем офицере, который по запаху нашел свое счастье. Ольга Шмырина, Полина Степанюк, Виктор Буздин, Служба новостей город. Мюзикл по-калининградски, но с претензией на Бродвей. Театр эстрады уже несколько недель собирает аншлаги в Доме искусств. Только живой звук и известные хиты непрезойденного шоу. Затем, как в Калининграде возводят мосты любви, наблюдал наш культурный обозреватель Денис Саландин. Последнее приготовление и на сцену. Генеральный прогон длиной в несколько часов. Такого в Калининграде еще не было. Это совершенно другой театр эстрады. Только профессиональная балетная труппа и вокалисты со стажем. В этом проекте мы говорим о таких знаменитых влюбленных парах, как Леди Диана и Доди Альфаэт. Таких знаменитых русских парах Есенин и Асидора Дункан. То есть, допустим, песня Киркорова «Жестокая любовь», которую все знают, с удовольствием поют в ресторанах. Я вынесла ее на сцену и решила, как поиск скульптора своей голотеи среди статуи. Благодаря ей театр эстрады задышал полной грудью. Модный музыкальный проект с большими аншлагами проходит в Доме искусств. Режиссер-постановщик Юлия Михеева сломала стереотипы провинциального и умирающего эстрадного жанра в Калининграде. Раньше совершенно другой жанр и вообще по-другому. Театр преподносился, позиционировался в Калининграде. Сейчас мы заработали молодого зрителя. И важно то, что команда, которая работает здесь, творческая команда, это абсолютно молодые креативные люди. Лей дождь любви. Аллилуйя, лей дождь любви. Без конца. Яркое, динамичное музыкальное шоу и вечные песни о большой любви в новом 3D формате. Благодаря дорогому проектору и оригинальным декорациям, зритель в полном объеме может насладиться спектаклем в двух действиях. Сатана Амельченко. Фигура в театре эстрады новая. Свою карьеру в этом музыкальном шоу начала с разногласий с режиссером-постановщиком. С песней «Миллион алых роз» я хотела развернуться и уйти вообще из театра эстрады. Потому что настолько было просто... Не то, что я не понимала, но мы еще не чувствовали друг друга. Мы с тобой споем столько разных песен. Андрей Бедюк и Клим Ворошилов – персоны известные не только в Калининграде, но и за пределами России. Даже певица Ёлка и Примадонна Пугачева наслышаны о вокальных данных начинающего дуэта. Конечно, трудности были, безусловно, потому что совмещать и вокал, и какие-то... И фореографии сложно. Сложно, да. В остальном ангел небесный... Дорого, стильно и очень профессионально. «Масты любви» – это музыкальная история, которая сможет довести зрителя до культурного экстаза. Денис Аландин, Дмитрий Суворов. Служба новостей. Город. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова